Уложить соперника на лопатки. В этом и заключается смысл греко-римской борьбы. Сейчас этот вид спорта активно развивается в Наукограде. Поэтому принимать гостей со всего края для нас не только ответственно, но и почетно. Раньше начинали работать, когда не совсем был понятен вид спорта наш. Почему? Потому что его не было в какой-то период времени. А сегодня у нас идет поток. Родители нам доверяют, ребятишек. Мы очень благодарны этому. Благодаря, конечно, работе тренерскому составу в первую очередь. Тренера у нас молодцы. Ну, видите сами, их не в работу. На ковер вышли порядка 170 спортсменов из Бийска, Барнаула, Камня-Наобинова, Алтайска и Рубцовска. Наш город представили воспитанники первой спортивной школы в составе 54 человек. Я волнуюсь за то, что... Ну, я у тренера спрашивала, какие у меня соперники будут. А тренер сказал, что они будут, ну, взрослые. Я начну сильнее волноваться, и поэтому соревнования так важны, потому что я могу попасть в сборную. Как отмечают организаторы, бийские спортсмены подошли к соревнованиям в хорошей физической форме. Поэтому тренеры ждали от своих воспитанников ярких побед. Первенство Алтайского края для юных спортсменов – это в первую очередь соревнования, где борцы стараются справиться со своим волнением, для того, чтобы выйти на ковер и выложиться на все сто. Мы подготавливаем юных борцов к большому педесталу, чтобы они были готовы к международному уровню, к олимпийскому уровню, чтобы были у нас сборная России ребята. Одним словом можно сказать, как, сажись в борьбе, а с борьбой в жизни нет. По итогу соревнований бийские борцы заняли первое общекомандное место. В общей сложности они завоевали 9 наград – 4 золота, 1 серебро и 4 бронзы. В личном первенстве победителями стали Даниил Сухарев, Владимир Намаконов, Анатолий Иванов и Мирон Востриков. Лучшие борцы вошли в сборную Алтайского края и дальше представят наш город на первенстве Сибирского федерального округа. Кристина Мелехова, Иван Зяблицкий, Будни.